США и Украина подписали историческое соглашение по безопасности на 10 лет. В соответствии с соглашением Соединенные Штаты заявляют о поддержке защиты Украины своего суверенитета и территориальной целостности. Наша цель – укрепить защиту Украины и ее мощность поддерживать в долгосрочной перспективе. Любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищаться сейчас и сдерживать агрессию в будущем. Байден заверил, что США помогут Украине обеспечить способность защищаться. Предоставлением оружия и боеприпасов, расширением обмена разведданных, продолжением подготовки храбрых украинских воинов на военных базах Европы и США, усилением взаимодействия между нашими вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО, инвестициями в военно-промышленную базу для обеспечения Украины собственным оружием. Также в соглашении прописано, что в случае вооруженного нападения или угрозы безопасности Украины высшие должностные лица США и Украины встретятся в течение 24 часов, чтобы провести консультации по ответным мерам и определить, какие дополнительные потребности в обороне необходимы Украине. Зеленский, в свою очередь, заверил, что подписанная Украина и США соглашение по безопасности содержит очень конкретные пункты. Соглашение имеет хорошие пункты относительно нашего вооружения, конкретно по системах Patriot, поставках боевых эскадрилей, которые включают F-16, но не ограничиваются только ими. Владимир Зеленский также сообщил, что сейчас ведутся обсуждения о предоставлении Украине пяти из обсуждаемых семи систем противовоздушной обороны Patriot, которые срочно нужны Украине. Джо Байден прокомментировал приоритетность поставок систем Patriot, заявив, что США будут в первую очередь предоставлять системы ПВО для Украины, а лишь потом всем остальным заказчикам. Вместе с тем, документ, как пояснили накануне в Белом доме, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. Как отмечает The Washington Post, поскольку соглашение не будет ратифицировано Конгрессом, любой следующий президент США при желании может из него выйти. Тем временем Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев, сообщает Bloomberg. Также 13 июня президент Украины и премьер-министр Японии подписали двустороннее соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии. В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 миллиарда долларов и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В целом сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 миллиардов долларов. Также документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учетом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках так называемых коалиции способностей. Речь идет в частности об информационных технологиях и разминировании. Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в областях разведки и защиты секретной информации, усилении защиты и восстановлении критической инфраструктуры, укреплении кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей. Японские партнеры также будут помогать с восстановлением и восстановлением Украины, путем привлечения к этому частному сектору и государственным учреждениям Японии. В то же время в Германии подтвердили, что страны Большой Семерки согласовали выделение Украине 50 миллиардов долларов. Средства будут передавать с доходов от замороженных российских активов. Ну и Германия передаст Украине чверть от общего количества собственных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил министр обороны Борис Писторис на заседании Рамштайн. Мы передадим Украине систему Patriot. Таким образом, Германия обеспечивает для Украины в целом три системы. Это четверть наших собственных запасов таких систем. Поэтому нет возможности передать больше. Другие, наверное, могут отдать по одной. Немецкий министр сообщил, что европейские страны изучают возможности по наращиванию производства Patriot. Но проблема в том, что на это нужно время. Редактор субтитров А.Семкин